Исходя из этого, я говорю, что у нас всегда были какие-то вот, ну, ничтожества. Мы, как и любой народ, мы не лишены этого. И в истории есть такие фамилии, как там Пушаев, допустим, Мазлопушаев. Это вот картыровцы тех времен. Но если бы я ему сказал, что у нас, значит, будут чеченцы, парни, с него будут снимать штаны, снимая его на камеру, заставлять его бегать по беговой дорожке, петь песню российского президента. Мой отец гораздо раньше бы получил этот инфаркт. Оскорбляет своих подчиненных, относится к ним как к ничтожеству. Он тоже их отправляет, он им приказывает, и они тоже там погибают. Но не потому, что они его уважают, а потому же система так выстроена. Вы ничто, вот он тут все. А над ним другой, этот еще больше все. И каждый из них просто стремится к тому, чтобы стать вот этим. А в системе нашего государства, вот у Басаева, допустим, у них никто не стремился стать Басаевым. Вы понимаете, там не было такого, потому что не было никаких привилегий. Так, этот вопрос вам снова задал Томсо. Как думаешь, во времена СССР наш народ был в таком упадке нравственно? Разврат, ли заблюдство, потеря обычаев духовности? Есть ли шанс еще раз забраться на тот уровень, который был в 2000-х? Во времена СССР у нас была другая проблема. Она была больше с религиозным дележеством связана в результате железного занавеса, ограничения доступа к знаниям и уничтожения обладающих этим знанием. В этом плане была. Но вот как раз вопрос морально-нравственный, он был гораздо на более высоком уровне. Да, конечно, были опять-таки какие-то негативные моменты, связанные с, допустим, употреблением алкоголя. Я вижу, что сейчас народ больше как-то в этом вопросе исправился. Редко сейчас ты слышишь или встречаешь там чеченца, который бы употреблял алкогольные напитки. Я не говорю, что их нет. Поймите, понятно, сейчас кто-то скажет, да, Томсо, много вы не знаешь, у меня вон там соседи двое бухают. Я понимаю, но поверьте мне, их гораздо меньше сейчас, чем они были в советские времена. Тогда, в советские времена, это вообще чем-то таким обычным было, вот это употребление алкоголя, застолье. Вот эти вот негативные моменты, как, допустим, когда азиат приходит, нравится у нас, когда идут, чтобы вот там ставили спиртное. Это ведь все появилось как раз в советские времена. То есть, конечно, в те времена было много негатива, безусловно, но вот именно морально-нравственный все-таки облик наш, он был гораздо лучше. Я служу об этом по нашим отцам, там, старшим братьям. Ну, мой отец, наверное, преждевременно получил бы инфаркт, он и так получил инфаркт. Он гораздо раньше бы его получил, если бы я ему, например, если бы я из будущего прилетел бы там, скажем, в 92-й, 4-й, 6-й, 9-й даже год. И сказал бы ему, ты знаешь, он станет 2014-й, 15-й. У нас вот будет один чувак, он будет называть себя падишахом. Он будет говорить, что, значит, моя фамилия сегодня вышла вперед, больше никаких фамилий нет. Нет меня и еще кого-то, есть только я, я за рулем. И остальные все это, они где-то там подо мной. И все остальные будут сидеть и его слушать, никто ему возражать не будет. У нас будут вот так вот строить, то есть будут Россия, во-первых, будут работать на Россию, это будут российские войска, полиция. Их будут строить, и командиры будут их оскорблять. Оскорблять, причем в таком самом неприемлемом тоне в чеченском обществе, то есть упоминая отцов, матерей. И они ничего не будут на это возражать, они будут стоять и слушать. А когда ты им, их спросишь об этом, скажешь, ну, вы что, вот вы такие здоровые, такие спортсмены, такие все физически развитые ребята, ну, как я, два таких, как я, бывают такие вот крупные такие. И когда ты их спросишь, а почему молчите, они скажут, ну, он же нам как отец. Если бы я ему сказал, что у нас, значит, будут чеченцы, парни, с него будут снимать штаны, снимая его на камеру, заставлять его бегать по беговой дорожке, петь песню российского президента. Если бы я ему рассказал, что чеченцы будут публично, снимая на камеру, насиловать с помощью бутылки. Мой отец гораздо раньше бы получил этот инфаркт, понимаете? То есть, исходя из этого, я говорю, что у нас всегда были какие-то вот, ну, ничтожества. Это мы, как и любой народ, мы не лишены этого. И в истории есть такие фамилии, как там Пушаев, допустим, Мазлопушаев. Это вот котыровцы тех времен. Но такого проявления того, что вот сейчас происходит, повального какого-то лизоблюдства, ничего подобного, вы понимали, никогда не было. И вот смотрите, сравните просто разницу. Вот сегодняшние любые там кадыровские батальоны, всякие там полки, их отношения с личным составом комбатов, там, всяких командиров полков, как они общаются со своими подчиненными, и как это было во времена нашей независимости. Вы просто почувствуете разницу. Сегодня комбат, допустим, какого-нибудь кадыровского батальона, он их выстраивает там ровня, смирно. Тебе там что-то честь отдают. Он жестко их опускает, ругает, понимаете, матом. И они ничего не могут сказать. В начале 90-х, когда у нас вот только независимость, только-только начали формироваться какие-то наши, это еще не армия, но это какие-то уже силовые подразделения, спецподразделения нашего государства. Вот чтобы вы понимали, допустим, возьмем Басаева. В подчинении Басаева были люди, если бы Басаев им сказал, а ну-ка выстроились, ровнясь смирно, они бы послали Басаева. Они бы сказали, ты что, ты что там, в армии, что ли, тебя передержали, ты каких-то советских фильмов насмотрелся. С нами ты так разговаривать не будешь, понимаете? Но это те люди, которые просто по приказу Басаева шли за ними и отдавали свои жизни. Это совершенно другой уровень взаимоотношений, понимаете? Здесь командир, который просто унижает, оскорбляет своих подчиненных, относится к ним как к ничтожеству. Он тоже их отправляет, он им приказывает, и они тоже там погибают. Но не потому, что они его уважают, а потому, что система так выстроена, вы ничто, вот он тут все. А над ним другой, этот еще больше все. И каждый из них просто стремится к тому, чтобы стать вот этим. А в системе нашего государства, вот у Басаева, допустим, у них никто не стремился стать Басаевым. Вы понимаете, там не было такого, потому, что не было никаких привилегий, никаких зарплат, ничего подобного не было. Все эти люди, подчинявшиеся Басаеву, подчинялись ему потому, что знали, что этот человек, он достоин того, чтобы ими управлять. Они, он лучший среди них, понимаете, в боевом, в боевых действиях. Они видели, как он себя ведет в экстремальной ситуации и понимали, что они не смогут себя так вести. Поэтому они ему просто доверяли это. Но они бы никогда не позволили ему как-то себя оскорблять, там себя унижать. Вообще, понимаете, вот совершенно другой уровень взаимоотношений. Сам Басаев никогда бы себе не позволил оскорблять своих подчиненных. То есть, это важно понимать, что он их не оскорбляет, не потому, что они ему не позволят. Он сам себе никогда не позволит этого. Они как близкие друзья-братья. То есть, вот при таком взаимодействии, когда они ничего не позволят, оскорблительного, уничижительного, высокомерного в свой адрес, при этом все они могут в любой какой-то, они все могут консолидированно иметь какое-то свое одно мнение, но придет Басаев, скажет, мы должны, вот мы должны сейчас сделать это-то, это-то, потому что вот то-то и то-то. И они все изменят свое решение. Он им не приказывает, понимаете, он не говорит, так, все встали, давай быстро, равняйся, мирно пошли со мной. Он не может им так сказать. Он им говорит, братья, вот такая вот ситуация, я знаю, что вы все не желаете этого, но мы должны. потому что вот если мы не сделаем, то вот так и вот так. И они, скрипя сердцами, не хотя этого, они встают и идут за ним, чтобы отдавать свои жизни. Понимаете? Совершенно разный уровень. Кадыровцы этого никогда не поймут. Они просто не жили, они этого не видели. Наверное, большинство молодежи, которые там сейчас, они не знают, каково это было. А старые среди них, это те люди, которые перешагнули через все это, предали там все, что можно было предать, поэтому их уже этими вещами не тронешь. Субтитры Субтитры